Сегодня мы сделаем вот такие вот симпатичные лампочки на мультярском олядовании. Я вам покажу, как их легко включить все вместе с блюпринтом и включить. Значит, вот наш блюпринт. Он может включать и выключать лампочки и умерять интенсивность для каждого типа отдельно, либо для всех. Значит, как это делается? Каждая из этих лампочек это отдельный блюпринт. Как его создаем? Создаем обычный блюпринт. AddComponent, PointLight. В PointLight создаем яркость, интенсивность. Отключаем тени, чтобы не перегружали видеокарты. Снимаем все, что связано с рейтрейсингом. На этом все. Пока что. Вот, выкидываем наш данный блюпринт на уровень и дублируем его сколько надо. Значит, как сделать остальные блюпринтики? Значит, это блюпринт, это тот же самый PointLight, только он растянут. Значит, чтобы сделать другой блюпринт, другого цвета, класса и так далее, правой кнопкой Create Blueprint Class создаем Child и называем его, как нам надо. Дальше. Значит, потом заходим в Child, допустим, этот наш удлиненный ламп. Меняем параметры. Сейчас откроется. Вот. В данном случае он просто сильно вытянул и растянут толстые часы на 30, извините. Вот. И так создаем каждый из нужных нам освещений. Дальше. Нам нужно так сделать так, чтобы они все включались и выключались в редакторе. До этого. Создаем блюпринт интерфейс. Вот. Я его уже создал. В блюпринт интерфейсе добавляем функцию LightOff. В LightOff функцию мы добавляем еще Input Intensity. Интерфейс. Добавляем просто. Нажимаем кейстик. Добавляем Intensity с типом Fold. Все. С интерфейсами нам больше делать нечего. Закрываем его. Дальше идем в наш основной блюпринт. Пока это нам не надо. И в Class Settings добавляем наш. Нажимаем Add и выбираем наш интерфейс. В данном случае это BPE Light 20. Дальше. Идем в редактор и создаем новый блюпринт по управлению всем светом. Я его назвал BPE Light Switcher. Выкидываем его на уровень. На уровень. Вот. После этого идем в сам блюпринт. Добавляем в него также Interface. Add BPE Light 2. Дальше. Что мы делаем? В Construction Script не в Ren Graph, а именно в Construction Script. Чтобы мы могли пользоваться именно его аудиторией. Добавляем булиновую переменную. Дальше. Далее. 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 здесь. Intensity. Сделать её публичной и запихнуть её в примерную. Сюда. Что нам это даст? Сейчас покажу. Дальше. Идем в блюпринт, который основной. находим наш вот этот в интерфейсах находим нашу функцию implement event и у нас здесь он появляется этот event. Дальше я думаю, что достаточно просто. Set intensity, intensity вытягиваем отсюда и перемножаем на коэффициент. Получно. И добавляем intensity. Зачем нам нужен коэффициент? Затем, что разные лампочки светят по-разному. И коэффициент мы можем вставлять в каждом предприцессе свой. Вот допустим, здесь он равен делиться, потому что он главный. Но если мы зайдем в так, 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 какой большой вот, inside building. Задаем, допустим, 10. И у нас это все перемножение. Сейчас будет зазоваться та яхтость, которая нужна. Вот. В чем прикол? Здесь, чтобы увидеть эти вот переменные, которые передаются из основного бэйпринтера, ставим галочку show и здесь ставим нужное значение. Нажимаем compile, save. Пошли, типа, так, делать нам еще. Вот. После того, как мы выкинем сцену и будем нажимать, допустим, lightbox и у нас будет выключаться. Lightbox включаться. Ну и выбираем текст базы. Мы ставим там, допустим, 5, 3, 10, 11, 15, неважно. Вот. И, исходя из этого, все умножается на коэффициент и, допустим, здание начинает светить ярче, вокруг здания начинает светить столбея, соответственно. Так. И сейчас еще покажу, как сделать выключение. Так. Нашим депринт. То же самое. Если в branch у нас здесь false, то мы шлепаем actors из интерфейса, интерфейс и lightoff параметры мы не снимаем. Так.